Никаких ферритов, ребят, но смотря, какую схему берет, я видел фролос именно с сердечником, застал работать, он зажег лампочку, но у него, ребят, ну какая-то другая схема, потому что схемы, если никаких ферритов, но он, да, их употреблял, но он употреблял схемы, трансформаторы. Да, в трансформаторах он, для переменного тока. Ты же знаешь эти будки, трансформаторы, ты же знаешь, что передача по проводам. Знаю, конечно. Ну, в этих трансформаторах у него ферриты есть, от этого никто не откажется, это глупо, но когда он начинал генерировать энергию с окружающей сельдой, там, извини меня, там не было энергию с окружающей сельдой. То есть три данных. Если он взял сети на фазу по два ампера, это как раз тот опыт, который я проводил на заводе Вестеля, получил. А там что искровики, они думают, что это искровики, это не искровики. Я им показал просто, как получаю энергию в катушке и как передаю силовую катушку. там стоял стеклянной стол с стеклянными ножками, стоит одна катушка, вторая чуть поменьше, это была силовая катушка. Я оттуда как передавал вот эту энергию полученную из окружающей среды. То есть получается вот эта белая искра, это уже энергия из окружающей среды. Получается то уже идет преобразование в ток. Да, да, передается в силовую катушку и там преобразуется уже в электроэнергии. Заходили по четыре квадрата, три провода, если я обращу внимание. А выходили вот такие кабели. Там их щита стоят. Что это их? Я просто приносу столовку, поставлю на стеклянное стол. И еще начали выступать. Потом предложили мне, давай, говорит, пойдем на остров. Все говорили нет. Я сказал да. Если я сейчас с ними не поеду на остров, скажут, что я офигист. Поехали на остров, сделали маленькую десятикиловаттную трехфазную установку. И оно работало через нотариум. Все, нотариум даже внутрь заменил в горовке. Что там нифига не было такого. В смысле. Аккумулятора. Да. Переселили на берег, заземлили, включили все это, записи были, но просто они не дают эти записи сейчас. И четыре часа без остановки работали. Потом сами пришли и говорят, здесь, говорит, береговая охрана. Могут быть проблемы. Ну, вы любите говорить, а завтра продолжите. А продолжите хорошо, пятьдесят километров от берега. Песят километров. Самое интересное другое. Измири Мизили на берегу Идиосского моря. Я спросил, почему едем на Средиземное море, когда море рядом, а здесь островов нет. Вот отсюда и начинается недоверегов. Я думал, поеду и на Средиземное море. Поехал. Но на втором день они захотели, окажется, кому принадлежит Вестель, на его остров поднять. Я сказал, на частную собственность я ногой не ступлю. После этого они заткнулись. Потому что уже потом начали говорить, что мне энергию за пятьдесят километров передать или через воздух. Но мне осталось только одну похлопать. Больше ничего. Вот такие дела. Я знаю, что сейчас кто-то очень серьезно начал заниматься тем, что меня это... Очернитель или идиота из меня не ставит. Хорошо. Хорошо.